Доброе утро! Поздравляю всех с Первомаем! Праздник международной солидарности трудящихся всех стран. Раньше широко и повсеместно праздновали. Сегодня нет особо. Хочу сказать вам пару слов. 22 апреля у меня родился внук. Мальчик. Младенец. Особое состояние наблюдать за этим детем. Абсолютная незащищенность. Невозможно описать эти чувства. Часами можно разглядывать это чудо. Кто-то меня понимает, кто-то поймет потом. Младенец. Одно слово. Полностью отданный на волю родителей. Посторонних людей, родителей, обстоятельств, случайностей. Ни на что не претендует. Младенец. Естественное состояние. Одни инстинкты пока. Но я все разговоры свожу на одну тему. О бизнесе. Потому что знаю, что для многих людей нужна какая-то поддержка информационная. И не только информационная. О младенцах хочу поговорить коротко. Младенцы же они разные бывают. Физически естественный младенец. Ребеночек. Который пребывает в своем естестве. Он ни на что не претендует. Он никого не учит. Более того. Он вообще ни на что не способен сейчас. У него только одна мысль. Спать, расти, питаться. Инстинкты и то все. Но есть младенцы в разных сферах жизни. Они существуют. И в частности в бизнесе. В сетевом. И тут несколько иные младенцы. Вот недавно, сегодня, мне услышал такое обращение. Один человек говорит, рассуждает. Никого не хочу обидеть. Просто высказываю свою точку зрения. Рассуждает о том, что вот, мол, в сетевом маркетинге, в сетевом бизнесе важно соблюдать пропорции. Там, где больше стараются подписать и меньше продать продукта, там, где не соблюдается соотношение 80% на 20%, там опасная ситуация. Это неправильно. Это хождение по головам там и так далее, и так далее. Это путь к быстрым деньгам. Все это чревато серьезными опасностями. Поэтому бегите от такой системы, где ориентируется на подписание людей и не на продажу продуктов. много разных теорий, которые высказывают люди, далекие от серьезных результатов в сетевом бизнесе. Это одна из них. Это я слышал миллион раз. И некоторые действительно искренне разделяют такую точку зрения. но это ошибка. Это или младенчество, то есть непонимание сути дела, или это попытка скрыть свое бессилие, свою неспособность зарабатывать, свою неудовлетворенность. и нам рассказывают, что нельзя много и быстро зарабатывать. Это неправильно. Это выжигание земли, это хождение по головам, это ой, как нехорошо, некрасиво. Сколько людей на самом деле мечтают иметь такой хороший продукт, как есть, например, там в компании FFI, которую я представляю, продукт MPG. Сколько людей мечтали бы сэкономить на топливе? Дайте им этот продукт, продайте. И пусть это будет 80% людей, клиентов. А 20% это будут помощники, которых даже вербовать не надо. Они сами придут и скажут, я помощник, я хочу тоже на этом заработать. А вот когда вы предлагаете человеку заработать на этом деньги, а не продавать продукты, тогда это неправильный бизнес. Вот такая точка зрения. А я считаю, что, на мой непросвещенный взгляд, я считаю, что это ошибка. Нам предлагается работать трудно, много, тяжело, безденежно, как правило, но зато правильно. Но в таком случае никто не будет работать. Люди приходят сюда для того, чтобы иметь быстрые деньги. Тот, кто умеет быстро зарабатывать много денег, тут на правильном пути. Здесь в сетевом бизнесе все познается практикой. Никаких теорий, никаких размусоливаний и рассуждений. Чистая практика. Покажи свой чек. Покажи, сколько денег ты зарабатываешь. Да, я понимаю. Я понимаю, всякие перегибы существуют везде, всякие перекосы и тому подобные вещи. Но вы все должны хорошо понимать, что сетевой бизнес устроен таким образом. Сегодня такое время, новое время. Никто не будет работать тяжело и трудно. Никто этого не хочет. Это раз. Второе. Никто не хочет работать бесплатно или за малые деньги. Это два. Никто не хочет ждать долго результат, долго терпеть, когда наконец начнут поступать деньги. Все хотят быстро. И это справедливо. Так устроен человек. Значит, под это нужно искать систему. Никто не хочет торговать, бегать. Большинство людей отказывается это делать. Значит, вот под эти естественные потребности людей должна быть заточена система. Вот что у нас в ПравТВ, на системе ПравТВ и делается. Мы заводим много людей в этот бизнес, чтобы они были, А, первое, пользователями продукта, самыми лучшими. Потому что они не клиенты, где-то болтающиеся сами по себе, а они находятся в системе, в системе обучения, поддержки. Их учат, как клиентов. Самых лучших клиентов. Второе. Они зарабатывают на этом деньги, продавая продукт. Они пользуются этим продуктом, как клиенты. Они продают этот продукт в розницу тем, кто хочет попробовать купить. И третье. Они набирают людей, которые что делают? Становятся самыми лучшими клиентами, поскольку они занимаются этим бизнесом профессионально. Они пользуются им, они продают и набирают новых людей, которые что? Пользуются, продают и набирают. Пользуются, продают и набирают. В результате получается быстрое движение. Потому что все заинтересованы. Первое. Зарабатывать деньги. Раз. Потому что их гораздо больше от заработка, чем от экономии. Второе. Экономить и защищать свой двигатель. Два. И третье. Набирать новых людей, которые делают то же самое. Но неужели это непонятно? Нет. Кто-то предлагает высосанную из пальца теорию, что должно быть 80% клиентов и 20% тех людей, которые добровольно придут и встанут. Никто никуда добровольно не приходит. Не продашь, не получишь. Не продашь, не будешь иметь. Не приложишь усилий, не поразговариваешь с людьми, не будешь сконцентрирован на главном деле, которое ведет тебя к успеху. А успех в чем состоит? Я пришел пользоваться продуктом. Он у меня есть? Есть. По какой цене? По партнерской, по оптовой. Это мне выгодно? Да. Раз. Даже если я не зарабатываю на включении людей в бизнес. Второе. Меня кто-то поддерживает, учит. Я в системе, я в строю, у меня есть спонсор, я окружен такими же партнерами. Может быть, я не настроен был на бизнес, но через некоторое время я тоже начинаю делать его. А что я делаю? Я профессионально продвигаю этот продукт на рынок. Через что? Через набор новых людей, которые что делают? А. Используют продукт сами. Это первое. Второе. Что они делают? Они набирают новых людей, которые используют продукт сами, продают продукт помаленьку и набирают новых людей. И так процесс запущен. Тут геометрическая прогрессия и все. Какие теории? Никаких теорий. Где тут неправда? Где тут отсутствие логики? Я 10 лет бегал, клеил объявления и продавал продукт клиентам. Я посещал квартиры. Сегодня клиент есть, завтра его нет. Чтобы заработать денег, надо снова клиенту бежать и снова ему доказывать, что этот продукт ему нужен. А почему он хороший продукт и снова не использует? Потому что так устроен человек. Потому что у него море всяких проблем. У него мало денег на этот продукт. И для того, чтобы он начал его использовать, нужно приложить усилия и продать ему в очередной раз. И снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. И люди, которые занимаются профессионально продажами продукта вот таким образом, они очень быстро теряют энтузиазм. Потому что это тяжелая работа. Потому что приходится терпеть отказы, потому что продавать могут немногие. Такова практика, такова реальность. И это голос не младенца. Это голос человека, который 16 лет стоял торчком в разных позициях. А голос человека, который говорит, нет, должно быть не так. Должно быть 80% должно быть клиента. Это нелегко, но зато справедливо и правильно, говорит человек. А вот 20% это добровольные помощники, которые сами придут и скажут, все, запишите меня в партнеры, я буду тоже продавать продукты. Фигня на постном масле. Извиняюсь за грубость. Тот, кто написал это мне в комментариях, не обижайтесь, Владимир, не обижайтесь, но это правда. Лучше пересмотреть свою позицию и заняться делом. Тогда через год у вас, возможно, будут такие же результаты, как у моих партнеров, которые, А, имеют десятки тысяч клиентов, самых лучших, это партнеры, которые что делают? А, используют продукт, Б, продают в розницу помаленьку, и В, набирают новых людей в организации этих самых лидеров. И в результате лидеры имеют заработок 5, 7, 8, 10, 15, 20, 30 тысяч долларов в месяц. Почему такой заработок? Откуда он взялся? Это что, обманом полученные деньги? Нет, это деньги, полученные справедливо в соответствии с компенсационным планом компании за проданный продукт, за товарооборот, который сообща делают партнеры. Одни активные, другие менее активные, третьи лидеры, четвертые суперлидеры, а пятые записались и вышли. Такова сливи. Тот, кто этого не понимает, тот младенец. Надо исправиться, надо быстро это понять и начать, пока не поздно, набирать новых людей, строить бизнес. В этом и состоит суть сетевого бизнеса. Строить организацию, через которую двигается продукт внутрь к потребителям-бизнесменам и вовне к потребителям-клиентам. Я желаю вам удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин